Есть вещи, которые запрещены, если ваша перепланировка ухудшает условия эксплуатации дома, создает неудобства или угрожает здоровье других жильцов, а также может привести к разрушению зданий, такие перепланировки запрещены. Давайте об этом чуть более подробно. Какие виды перепланировок запрещены? Нельзя убирать пожарные лестницы на лоджиях и балконах. Эти конструкции относятся к противопожарным средствам спасения жильцов, поэтому даже если ваши соседи сверху или снизу заблокировали наглухо люк, все равно это не может быть оправданием. На этот случай держите мобильную съемную лестницу и когда придут проверяющие органы, вы сможете им продемонстрировать свою лестницу. Нельзя выводить батареи отопления на лоджию, балкон или веранду, даже если они утеплены. Запрещено объединять газифицированные помещения с жилой комнатой или устраивать проем бесплотно закрывающейся двери. Это все касается мер безопасности при работе с газом, поэтому здесь табу. Вы можете обойти это ограничение, если поменяете свою газовую плиту на электрическую, заглушите газовую трубу у себя в квартире, тогда можно обменять кухню и гостиную, к примеру. Нельзя размещать мокрую зону над жилой. Мокрая зона это санузлы, туалеты, ванны, также кухни. Кухню тоже нельзя размещать над жилой зоной. Нельзя расширять нежилую зону за счет жилой. Нежилая зона это прихожая, холл, коридор, кладовка и так далее. Однако вот эти два условия в определенных регионах можно обойти. Вы должны обратиться в свои соответствующие проектные бюро и с ними проконсультироваться. Нельзя делать в многоквартирном доме теплый водяной пол из общедомовых систем. Если мы начинаем слишком много тепла отбирать из общедомовой системы, это приводит к тому, что страдают другие жильцы по нашему стояку. Поэтому это категорически нельзя делать. Никогда вам это не разрешат. Нельзя повреждать даже легкой штробой монолитные конструкции здания, бетонные плиты, перекрытия и колонны. Речь идет о современных домах, которые возводятся по технологии монолитного домостроения. В то же время вы можете обратиться в проектное бюро с вопросом, можно ли сделать проем, скажем, в той или иной бетонной, особенно в кирпичной стене. Даже в панельках иногда делают дверные проемы, если есть соответствующий проект, который может быть согласован. Проектное бюро должно взять на себя обязательство согласовать все эти изменения в соответствующих органах власти. И, конечно, нельзя оснастить несущие стены, перегородки, колонны или разбирать перекрытия. Нельзя монтировать перегородки или сполы из тяжелых материалов взамен облегченных. Допустим, у вас по проекту предусмотрена легкая перегородка, вы решили на этом месте возвести массивную тяжелую стену из кирпича. Здесь есть риск, что перекрытие не выдержит, поэтому такие вещи запрещены. Используйте газы, пены, бетон, но в первую очередь сделайте проект. Нельзя устанавливать вентили на стояках воды и отопления. Если вентиль ставится непосредственно на стояк, и вы начинаете регулировать напор по всей вашей вертикали, это может, в результате могут пострадать жильцы сверху или снизу. Поэтому такие вещи все категорически запрещены. Часто бывает так, что в домах вентиляционная шахта шире, чем вентиляционный канал, по которому, собственно, идет воздух. Поэтому у некоторых появляется соблазн разобрать стенку, в которой размещены вентиляционные каналы, и за счет нее увеличить полезную площадь своего помещения. Этого делать нельзя, потому что это вам никогда не согласует. Если это будет обнаружено, вас заставят все это обратно переделать. Нельзя устраивать лоджии и террасы выше первого этажа. Нельзя заниматься перепланировкой, переустройством чердака и технического этажа, который относится к общему имуществу собственников на квартирном доме. В последние годы вообще очень сложно согласовать присоединение к своей верхней квартире, к примеру, технического этажа здания. Во-первых, на это сейчас мало кто идет. Во-вторых, не так много проектов, по которым предусмотрены полноценные технические этажи с высокими потолками. Плюс, даже если это в теории можно сделать, вам придется получить письменное согласие не менее чем у двух третий жильцов вашего дома. Не половина, а именно две трети. Это тоже часто бывает практически нереально сделать. С учетом еще того, что многие квартиры сдаются, вы не сможете найти жильца, потому что вы увидите только квартиранта. Далее. Запрещена перепланировка в домах, призванных аварийными. Это понятно. Запрещено изменять внешний облик здания, выходящий на улицу. Здесь, опять-таки, вы обращайтесь в свои местные архитектурные бюро. Возможно, они возьмутся вам согласовать такие изменения. Запрещено изменение внешнего облика или габаритов помещений для объектов культурного наследия. Продолжение следует...